Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 15 октября, а это значит, что в этот день мы рассматриваем валютные пары австралийский доллар и новозеландский доллар. Обе пары в попытке роста провалились и начали снижаться, что дает сигнал на продолжение коррекции старшего порядка. И сейчас ожидаем нисходящего движения к новым локальным минимумам, что станет основным сценарием на ближайшее время. Итак, сценарий с восходящим движением в паре с австралийским долларом не реализовался, хотя первую половину пути цена и прошла. Ожидаемый рост состоялся, но встретил сопротивление на уровне 0.7226, где очевидно расположилось сильное сопротивление, не давшее развиться импульсу выше. Это привело к отбою и началу снижения. Накануне котировки преодолели поддержку на 0.7145, а сейчас направляется к разворотному уровню на 0.7081, пробой которого, вероятнее всего, вскоре состоится. Подобное поведение цены и серьезное нарушение ключевых уровней является основанием для смены приоритета на нисходящий. Невозможность развить полноценный восходящий импульс свидетельствует о том, что нисходящая коррекция, начавшаяся ранее, все еще продолжается, и вероятно мы увидим снижение к новым локальным минимумам. Ну и вот на актуальном графике, как предполагалось в прошлом обзоре, реализовались опасения о возобновлении нисходящего движения. Теперь ключевым моментом реализации нового сценария на снижение станет способность цены закрепиться на текущих уровнях и подтвердить уровень 0.7081 в качестве основного сопротивления, что станет возможным в случае его ретеста и последующего отбоя. Это будет способствовать формированию нисходящего импульса, который нацелит пару в область 0.6981 и 0.6927. В свою очередь отмена текущего сценария при росте и закреплении цены выше разворотного уровня 0.7145. Ну и очень похожая ситуация сложилась и в новозеландском долларе, который также восстановился, но был остановлен на полпути, не развив полноценный восходящий импульс. Сигнал тут немного более четкий, поскольку цена не только была остановлена на уровне 0.6667, но и трижды безуспешно протестирована, что свидетельствует о наличии тут серьезного сопротивления. Это впоследствии привело к отбою от него и началу последующего снижения. Тем не менее, несмотря на то, что целостность ключевых уровней в этой паре пока не нарушена, предварительно можно говорить о том, что это лишь вопрос времени. Об этом свидетельствует и графическая составляющая ценового графика, который указывает на формирование локального максимума, похожей на тройную вершину, что дает сигнал на разворот. Ну и вот что касается актуального графика, с учетом всего вышесказанного, основной сценарий предполагает продолжение начавшегося нисходящего движения. Есть некоторая вероятность попытки закрепления над уровнем 0.6564, который может выступить поддержкой, что приведет к развитию локальной попытки восстановления, пределы которой могут лежать в районе сопротивления на 0.6628. Тест и последующий отбой из этой области нацелит пару в район новых локальных минимумов на 0.6512 и 0.6487. В свою очередь, пробой сопротивления и рост выше разворотного уровня на 0.6667 даст сигнал на отмену текущего сценария. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.